Карма всегда действует в тех ситуациях, когда человек не прав. Карму невозможно вычистить, карму можно только проработать и исправить. У кармы основная цель не изменить структуру судьбы человека сегодня, а изменить структуру его мышления. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Аида Байкунт, я лектор и консультант Международной Академии Нумерологии Альвасар. И сегодня я рада вас приветствовать на нашем канале в YouTube Джулипо. И сегодня в гостях мой любимый человек, дорогой для меня и моего сердца, наш ведущий лектор, сооснователь Международной Академии Нумерологии Альвасар, футуролог, прогноз мировых событий. В общем, я могу говорить бесконечно, хочу представить рядом с нами сегодня Джулипо. И тема сегодняшней нашей встречи, мне кажется, интересна абсолютно каждому. Сегодня мы с Джулией обсуждаем тему кармы. Джулия, добрый день. Здравствуйте, дорогие зрители. Конечно, карма – это один из самых важных предметов, которые стоит исследовать. И мы, как в этом вопросе более развиты в плане нумерологического аспекта, готовы с удовольствием ответить на ваши вопросы и поднять очень много других насущных тем. Джулия, главный вопрос, первый, с которого хочу начать наше общение – стойко и бояться кармы. Вот всегда, когда говорят о карме, возникает такое ощущение, что ее действительно нужно бояться или опасаться. Будто бы это инструмент какого-то, знаете, божественного наказания. Некая плетка, которая обязательно настигнет человека и создаст массу неприятностей его жизни. Да, отчасти это действительно так оно и есть. Действительно, карма, она способна причинить очень много вреда, как эмоционального, так и по вопросу здоровья в том числе. Но надо здесь понимать, что карма – это очень мягкий, очень, я бы даже сказала, добрый инструмент, поскольку он справедливый. Ведь никогда карма, во-первых, не бьет просто так, просто потому что, не знаю, с какой-то не той ноги утром проснулась наша карма и решила, почему бы ей не наказать такого человека. Здесь важно понимать, что карма действует всегда с предупреждающей точки зрения. Она всегда дает несколько возможностей сперва исправиться или что-то понять, что-то осознать. Ее основная задача – научить нас, то есть фактически изменить форму нашего мышления, изменить наше отношение к тому, что происходит. Здесь все, условно говоря, как в школе, как в институте жизни. Если мы поймем, в чем суть наших ошибок, если мы поймем, насколько глубоки и невозвратные последствия, которые мы причиняем, то это сыграет очень важную роль, в принципе, в вопросах мироздания. Да, вы, наверное, скажете, что основная задача кармы – восстановить справедливость. Сделать так, как было до того, как мы этот вред или этот ущерб причинили пространству. Но на самом деле, что уж, как говорится, греха таить – это невозможно. Невозможно исправить разбитую чашу, ее невозможно ни склеить, ни починить. Ее можно только, точнее, даже не ее, а возможно только осознать причину, по которой произошли эти события. Именно по этой причине я не вижу смысла даже беспокоиться, линоваться или уж тем более бояться кармы. Здесь есть очень важный фактор, на который стоит обратить внимание. Карма всегда действует в тех ситуациях, когда человек неправ. Когда человек не понимает, не признает и не пытается вступить на путь исправления допущенных ошибок. Ведь мы говорим о том, что карма воздействует не на тело, не на судьбу человека. Карма воздействует на его душу. Душа, как известно, она бесконечна в своем время проживания. Душа, она огромна в своем многозадачном, многоуровном опыте. И если сегодня наказать тело, завтра в новом воплощении тело снова допустит те же самые ошибки. А это означает, что у кармы основная цель не изменить структуру судьбы человека сегодня, а изменить структуру его мышления, чтобы в следующей жизни он сказал буквально следующее. Я принципиально не буду нарушать эти правила жизни или эти правила кармы. Я никогда в жизни не приступлю к эту норму кармы. Вот только в этом случае карма скажет, человек все понял, и я отступаю. А это означает, что она не бессмысленно бьет, как судьба, кстати. Она именно учит. Вот еще, кстати, один интересный элемент, на который стоит, безусловно, обратить внимание. Я очень люблю применять образы, наверное, обратили уже внимание. Вот лично для меня судьба – это отец. Причем строгий, даже в какой-то смысле немножко с элементами тирании, да, то есть такой строгий, волевой мужчина – это судьба. А вот карма – это очень женственно, очень мягко, очень ласковое, на удивление, мама. И какова роль мамы? Роль мамы вовсе не наказать. Роль мамы – объяснить ребенку так, чтобы он понял, чтобы он услышал, чтобы он принял к сведению. Именно по этой причине своим студентам на занятиях я всегда карму обрисовываю, как некую женщину, знаете, в таком крайне воздушном, легком, восторженном состоянии, которое одета в очень, знаете, трепетно колышущемся платье, буквально, знаете, вот как будто бы из вуали сделано, да. И вот эта вот длинная, красивая, с большими полями шляпа, которая буквально в секунду может слететь с ее головы, роткрипав эти волосы. Вот когда вы представляете карму именно в таком виде, настолько чистую, настолько бесконечно восхищенную, влюбленную человека, вы понимаете, что ее вообще нет смысла бояться. Нет смысла, потому что она всегда на стороне человека, и она всегда готова и помочь, и подсказать, и объяснить, и научить, и быть рядом в трудную минуту. Вот вы удивитесь, а именно карма помогает нам духовно развиваться. Жюри, спасибо за такой развернутый ответ. Я знаю, что по первому образованию вы юрист. Есть направление в юриспруденции, которое называется медиация. То есть когда две стороны договариваются в досудебном порядке, то есть пока не дошло до восьмого аркана, до кармы, до одиннадцатого даже, то можно договориться. Вот если мы говорим о том, что человек нарушил карму, то в качестве отработки, в качестве, так скажем, ответственности его ждет обратка. То есть карма предъявит ему, так скажем, кармический счет. У меня вопрос противоположный. Вот если, применяя инструмент медиации, не нарушая карму, до чего максимально позитивного может договориться с ним человек? Очень интересный вопрос. Я очень люблю параллели, особенно с юриспруденцией, потому что на самом деле юристам и, я бы даже сказала, криминалистам, следователям, прокурорам в первую очередь нужно изучать карму, потому что в ней видны предпосылки. То есть на что способен человек, насколько он способен приступить к ту или иную черту закону. Что касается того, насколько можно с кармой договориться, могу ответить так. Совершенно точно и однозначно карму нельзя полностью исключить из жизни человека. То есть сказать, что можно выпить какую-то волшебную пилюлю или поговорить с каким-то волшебным человеком, или слышать какой-то еще более волшебный обряд, и вдруг по каким-то причинам карма отступит, это невозможно. Я бы даже сказала более жестко, бегите от таких шарлатан. Карму невозможно вычистить. Карму можно только проработать и исправить. Что касается договориться, есть разные формы проявления кармы. Те, что являются исправимыми, и мы действительно можем, условно говоря, немножко сгладить углы, снивелировать в каком-то смысле, уйти от более тяжких последствий наказаний к менее тяжким. Но есть события, которые невозможно обойти. И здесь уже надо понимать, что когда мы, воплощаясь из воплощения в воплощение, из жизни в жизни, совершаем одни и те же ошибки, с точки зрения испруденции, это называется рецидивиз, да? Когда вот мы повторяем одно и то же, карма понимает, что простыми словами, простыми шагами мы не можем исправить эту ошибку. До тех пор, пока мы действительно не прочувствуем ее на теле. Вот эти неотвратимые последствия кармы, которые обязан человек пройти, они видны в карме, в так называемых ячейках нижней строки. И что бы мы ни предпринимали, какие мы бы молитвы в данном контексте не произносили самим себе, или как бы мы не пытались договориться с кармой, это рано или поздно произойдет. Единственное, что стоит тоже обратить еще внимание, что у каждого человека есть набор своих собственных допущенных ошибок, ошибок, допущенных в прошлых воплощениях. А есть те, которые не входят, скажем так, в сигнал наших постоянных ошибок, и они прорабатываются по-разному. Поэтому нужно понимать, что вне зависимости от того, ошибаемся мы повторно в карме, допускаем те же ошибки, что и в прошлой жизни, либо мы допускаем какие-то новые ошибки, мы должны понимать, что мы сегодня каждую секунду, каждый свой день вписываем в нашу историю, в летопись нашей жизни, нашей кармы, все новые и новые ошибки. И вот здесь, ввиду того, что мы снова затрагиваем тему верспруденции, нужно понимать, что есть такое явление в верспруденции, как вективность поведения, когда человек сам притягивает к себе своего, скажем так, палача. В каком бы аспекте это ни проявлялось, в имущественном факторе, в физиологическом факторе, в эмоциональном, каждый человек так или иначе притягивает к себе палача. И мы очень часто на этого палача обижаемся, мы часто говорим о том, что он совершил против нас какое-то противоправное действие, что мы в каком-то, не знаю, позицию рока попадаем, да. Человек очень любит о себе говорить, что ему жалко, что его так обидели или так, скажем так, предали, да. На самом деле, никогда в вашей жизни не произойдут события, причины которых вы сами не ставили. Никогда в вашу жизнь не допустят палача, который действует исключительно и только по своей собственной воле. Ну, в конце концов, почему именно ваш дом, он в лесу украл именно вашу любимую вещь? Все дело в том, что карма притягивает людей по совокупным событиям. Кто-то в этих событиях, в этом сюжете жизни является жертвой, а кто-то палачом. Именно поэтому, скажем так, религиозная культура настаивает на том, что мы должны научиться прощать. Не потому, что мы должны, скажем так, приступать какие-то свои моральные внутренние каноны. Не потому, что мы должны учиться какому-то благочестию или благородству. А именно потому, что мы должны понимать, любое событие, которое с нами произошло, является обраткой. То есть когда-то в своих прошлых воплощениях мы допустили ту же ошибку. И сегодня мы просто играем другую роль. Когда-то мы были палачом, а сегодня мы жертва. Поэтому сядьте после любого события, сядьте и подумайте, а почему вам это дано? А что именно вы испытали в эту секунду, в этот момент? Какой всплеск эмоций? Возможно, агрессия, возможно, обиды, возможно, желание отомстить. Вот насколько глубоко это событие вас лично затронуло? А потом подумайте, а почему это произошло? К какому выводу вы должны прийти в данную ситуацию? И действительно ли эта ситуация вас как-то раскрыла? Дала ли она ли вам какой-то новый духовный опыт или какое-то осознание? Чему этот урок? И вот когда вы придете к этому выводу, каким бы он ни был, вы помните, что вы даже не испытываете чувство обиды. Вот на удивление, карма всегда действует так, если вы все правильно поняли, что она дает вам толчок развития. В этом ее основная суть. Каждый раз, когда вас карма бьет, она пытается раскрыть закрытый в вас потенциал. Приведу пример. Скажем, даже из своей собственной жизни, из своей практики. Да, я юрист по образованию. Но, наверное, я бы не стала бы стратегическим юристом, если бы не проходила бы очень сложный юридический опыт. Нестандартный. И в данной ситуации я могла бы сдаться, условно говоря, сказать, что, наверное, ситуация меня в какой-то степени обидела. Но нет. Мы пошли по другому пути. Мы подумали, если мы попали в эту ситуацию, а у каждой ситуации обязательно есть выход, иногда даже два, и три, и четыре. И нужно это всегда понимать как презумпцию. И, наверное, карма дала ее именно для того, чтобы я могла увидеть что-то иное и раскрыться по-другому. И вот тогда мы приняли решение открыть новое агентство. Агентство по защите конституционных прав, по защите авторских прав. И это позволило мне увидеть себя в другой ипостаси, увидеть себя в другом амплуа, даже с точки зрения ее сплоденции. И я сейчас очень, очень благодарна абсолютно всем сюжетам, которым нам удалось пережить. И это только вот в рамках юридической дисциплины. И вы должны понимать, любая ситуация в вашей жизни сделает вас сильнее, если вы это захотите осознать. Джули, вы в своих роликах говорили неоднократно о том, что есть люди с особыми параметрами расчета, например, кристаллические. Те, которые имеют возможность в силу своей уникальности выбрать себе дату рождения, по которой они будут отрабатывать карму. То есть у них есть такая индульгенция выбора. Скажите, пожалуйста, если бы у вас была возможность выбрать две ошибки прошлого воплощения в следующем своем воплощении, на следующий, какие бы две вы выбрали? Какой интересный вопрос. Ну, потому что родиться без отработки мы не можем. Поэтому в любом случае у нас должен быть опыт. Какой бы опыт вы себе запрограммировали через две опыры? Если вы позволите, я тогда все-таки переспрошу. Этот опыт будет связан с тем, что я допускаю подобную ошибку? Нет, вы можете просто придумать, что я согласна отрабатывать вот эти два знака. Вы знаете, я бы, наверное, выбрала бы 19-е арка, потому что это интересно. Интересно бороться со своими амбициями, с желанием чего-то добиться, когда не только очень много преступных стен, а когда именно дороги все открыты. Потому что если мы говорим, например, про амбициозность, есть же еще семерка, семерка это тоже про амбиции, но когда вы идете по дороге, раздвигая тех, кто более достоин той цели, к которой вы идете. А 19-е арка все-таки немножко другой подтекст. Это когда вам дают абсолютно все возможности и проверяют, а не вырастет ли на вашей голове корона. А как вы распорядитесь тем, что вам даются такие большие перспективы и возможности. Мне очень, например, нравится опыт, я, к сожалению, не помню, как зовут, бизнесмен из Китая. Он добился очень резкого роста. Джек Ма? Честно, я не помню, поэтому даже не могу сказать. Возможно, да. И он на свои деньги строит целые деревни и, наверное, и, соответственно, расселяет граждан, которые не могут себе это позволить. И его проработка 19-го аркана, она дала огромные потенциалы и возможности другим людям. Или даже если мы возьмем, скажем, тоже правовую сферу, да, мы говорим о работе государственных органов, да, потому что 19-й аркан, это в том числе и государственная служба, да. Если мы говорим о Советском Союзе, то сама психология госорганов была выстроена чуть иначе, она вносила консультационный фактор. Мы приходили в ту или иную инспекцию, например, да, или в то или иное учреждение, и мы спрашивали совета, вот, можно ли им, например, проложить тропинку от моего дома до гаража вот таким образом. Нам говорили, вы знаете, хорошая идея, но вот нужно чуть скорректировать, сделать так-то или так-то, да. Именно поэтому, наверное, Маяковского появилось в произведении про дядю Степа и прочее. То есть, другой подход. Сегодня все-таки мы говорим о контрольном, надзорном, охотном, да, то есть мы, условно говоря, приходим с идеей, можно ли ты эту дорожку? Нет. А как можно? Думай сам. А вот так можно? Нет. Почему? Читай закон. Немножко другой подход. Поэтому все-таки в современном мире немножко некорректно работает 19-ркан, поэтому я бы с удовольствием его бы проработала. И еще меня всегда пугает 22-й аркан в карме, но не в смысле абортов, нет, я в этом вопросе ни в коем случае, для меня это принципиальная позиция, а именно так называемая нулевая карма. Ведь мы говорим о том, что хранители носят не свою программу, поэтому 22-й аркан в карме у хранителей, белых магов, вообще у катестолических людей связан напрямую с бесполезностью. И для меня, наверное, это самый страшный страх из всех, прожить целую жизнь и вдруг в конце осознать, что мой путь был совершенно пустым. Я не оставила после себя никакой мысли, никакой идеи, никакого творческого наследия. Я даже не могу назвать ни одной задачи, которую бы я выполнила бы, ну, хотя бы на четверг. Поэтому я бы с удовольствием взяла 19-го и 20-го аркан для проработки, чтобы понять, что это такое, потому что мне сегодня это, на мой взгляд, конечно, субъективно, безусловно, не свойственно. Джулия, мы сейчас говорили про личную карму человека. То есть это некий опыт, который унесет с собой. Ну, что-то похожее, как на 22-ом аркане у шута, в его котомочке, вот весь предыдущий опыт. И, вступая в коммуникацию, я здесь в большей степени говорю про женско-мужские отношения. Конечно, человек как бы привносит этот свой опыт. Есть ли у вас какие-нибудь наблюдения, связанные с тем, что вот в простонародье говорят противоположности, притягиваются. Так вот, люди с какой кармой, может быть, притягиваются друг к другу? Как карма влияет, в принципе, на женско-мужские отношения при наличии у каждого из партнеров ее? А также меня интересует вопрос, как выбрать партнера по карме для себя? То есть ты должен подбирать и учитывать, чтобы он был схож с тобой по карме или наоборот, чтобы у него не фигурировали такие же знаки, как у тебя? Скажите нам, пожалуйста. Вы знаете, сразу вспоминаются некоторые сюжеты, которые разбираем обычно во время семинара. Когда я показываю какую-то формулу, как рассчитать признаки кармичности в отношениях, и это обычно бывает под конец второго дня расчета, а на третий день всегда студенты подбегают с точки, говорят, вот вы знаете, мы 30 лет прожили вместе, а у нас кармические отношения, что же с этим делать? Практически все отношения которые мы рассматриваем, практически все кармичны. Мы не выбираем себе партнера по судьбе. 99% что вы выберете партнера по карме. Отсюда возникает сразу два возможных варианта. Первый вариант. Карма практически у всех одинаковая. Причем, вроде как, говорится, что мы родителей не выбираем, или мы детей не выбираем. По факту выбираем. Еще как выбираем. Когда мы смотрим родителей и детей, мы в основном видим очень похожие кармические сюжеты. Зачастую даже числа стоят в тех же самых ячейках кармы. И это говорит о том, что родитель не справился с поставленной задачей, и, я имею в виду, с задачей понять что-то о своей карме и правильно ее проработать. И тогда ему дают ребенка, на примере которого он будет смотреть в зеркало. Это очень интересный элемент, потому что родитель приходит на консультацию, жалуется на ребенка. Вы знаете, вот он по восьмерке все время нарушает какие-то правила. Я ему говорю, нельзя это делать, а он нарушает. Или по 18 аркану постоянно меня обманывает. Вы должны понимать, что если тот же самый аркан стоит у ребенка и у вас, это означает, что вы настолько превысили предел терпимости кармы, что она уже привела настолько близко вам этого человека, с такими же знаками. И она буквально требует, чтобы вы на них обратили внимание, иначе ей придется применить уже санкции. Это первый случай. Второй случай, тоже очень распространенный, но все же реже, чем первый, когда вы выбираете партнера, на которого стоит скинуть карму. Так называемый третий признак кармичности, когда мы перекидываем карму с себя на другого человека. И вроде как чувствуем себя очень хорошо, когда, например, у нас были трудности с финансовой сферой жизни, и мы испытывали достаточно острую нужду, либо нам не хватало денег, либо нас, наоборот, подводили в вопросах финансовых. И тут вдруг приходит какой-то некий человек, мы выходим замуж, женимся, и понимаем, что нам стало легче, мы вдруг деньги стали буквально отовсюду приходить, но мы при этом не обращаем внимание на то, что плохо нашему партнеру, что он словно угасает у нас на глазах, и, казалось бы, его финансовую удачу куда-то делась. Вот, исходя из этого, могу сделать, что статистически чаще всего происходит именно таким образом. Встает сразу вопрос, почему мы притягиваем людей по карме? Здесь карма опять стоит в сторонке. Вот, на удивление, да, сейчас хотелось бы сказать, что опять карма нам навязала, опять нам подкинула неудачный выбор. На самом деле нет, карма никогда ничего нам не навязывает, даже наоборот, она всегда дает нам возможность именно сделать этот выбор, либо пойти на этот шаг, либо не пойти. Так вот, в чем здесь заключается суть? Мы выбираем партнера не по судьбе, то есть не по любви. Давайте откровенно, мы на семинарах очень много считаем и во время прямых эфиров, ну, наверное, процентов 10, пар 10, буквально так мало, в которых мы видим по знакам чувства, в которых мы видим любовь, в которых мы видим искренность, в которых мы видим, что пара действительно создана для созидания, для взаимного роста, для взаимного даже воспитания. И чаще всего мы выбираем из корыстных побуждений. Ну, вы, конечно, скажете, нет, 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 я когда выбирала партнера, я думала о том, что от него идеально иметь детей, а я вас остановлю, именно в этот момент остановлю, а разве это не расчет? Или когда вы говорили о том, что он не подходит под какие-то нужды, ну, скажем, чтобы уехать за границу, или чтобы выстроить карьеру, или чтобы уйти из подродительской опеки, разные варианты, то есть корысть это не всегда деньги, зачастую корысть это именно решение своих собственных вопросов, поэтому чаще всего нарушая основной закон, закон вселенной, закон любви, обманывая самих себя, обманывая своего партнера, говоря слова, ведь единица, помните, не только нельзя обманывать, единица нельзя не сдержать данного обещания, мы клянемся человеку в любви, мы обещаем быть ему верным партнером, мы обещаем испытывать к нему чувства, о которых говорим, а на самом деле этого не происходит, мы нарушаем законы кармы, попадаем в кармическую воронку и тогда притягиваем людей, которые приходят к нам также по карме. Джури, на сегодняшний момент статистика немалимая говорит о том, что около 70% заключения брака заканчиваются расставанием, скажите, пожалуйста, иногда ситуация настолько критична, что у людей в браке амьюз, агрессия и так далее, и приходя на консультацию, люди задают вопрос, все-таки сохранять отношения, ведь это же моя карма, мне ее надо нести, то есть уходя в позицию жертвы, или наоборот, включают 16-е арканы и говорят, все, ухожу, пока все хорошо, пока не стало плохо, все-таки, как вы считаете, когда человек, и как, самое главное, может почувствовать, что он отработал эти отношения, и их ловечно завершается, особенно, если это какие-то очень сложные коронечности. Стоит понимать, что плох тот консультант, который даст однозначный ответ на этот вопрос. Наша задача не развести или объединить пару, мы все-таки с вами независимые арбитры, мы хоть и смотрим субъективно, опираясь на цифры, но мы должны быть максимально объективными. Мы должны так проконсультировать человека, чтобы у него сложилась своя собственная точка зрения. Условно говоря, раскрыть перспективу одного пути и второго пути. И самое главное, даже не в этом, а именно понять причину, по которой мы вместе. Мы вместе, потому что прорабатываем то-то, то-то по карме. Или для того, чтобы раскрыться в том или ином направлении наших талантов или профессий или в том же материнстве или отцовстве. Мы должны показать нашему клиенту, что эти отношения при любом раскладе, будь то продолжение этой жертвенной истории, или будь то такое же ранимое расставание или наоборот фееричное расставание, слава богу, я развязалась с этим кармическим человеком и теперь могу жить свободнее. Наша основная задача показать, а что в этих отношениях вы сами получили. И никогда не бывает таких отношений, в которые человек не получает ничего. Ну, я имею в виду, да, у нас бывают какие-то, как вы говорите, агрессивные типа отношений, но еще раз повторюсь, карма в нашу жизнь приводит только тех людей, которые сделают нас сильнее, мудрее, взрослее, осознаннее. И если этих качеств в отношениях мы не испытали, и самое главное, не испытали чувство благодарности к партнеру, это означает, что вы из этих отношений не выйдете никогда. Вы поменяете Мишу на Пашу, Пашу на Сережу, Сережу на Женю, и можете даже перебрать весь алфавит, но вы никогда не выйдете из этих отношений, просто будет другой партнер. А сюжеты будут такими. Это связано как раз именно с тем, что карма всегда возвращается назад. Нас все время возвращают на обратно на одни и те же самые грабли, только немножечко меняют психологические сюжеты. Быть может, нам Миша был более симпатичен визуально, но зато он был более агрессивен. Карма отступает и позволяет человеку почувствовать свободу от зависимости от этих отношений, от обид в этих отношениях, только тогда, когда мы испытываем чувство благодарности к партнерам. Вот, кстати, многие говорят, да нет, я его уже отпустила и так далее. А почему тогда вы приходите с запросом на консультацию и спрашиваете не про своего нынешнего супруга, а про супруга, которого вы развелись уже там 20-30 лет тому назад. Вы вообще не должны помнить, как его зовут, и уж тем более дату его рождения, дату рождения его мамы, папы, там его уже новой супруги, вы же гуглите, в интернете, отслеживаете соцсети. Как вы можете отпустить этого человека, если вы все еще помните обиды, если вы все еще пытаетесь у нумеролога спросить, а для чего он пришел в мою жизнь. Если вы пришли с запросом, что я рассталась с человеком, дата рождения такая-то, но я пришла к таким-то выводам, и я поняла, что этот человек мне дал то-то, 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 и я ему благодарна за то-то, 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 вот тогда вы можете сказать, что вы, условно говоря, победили карму, и сегодня вы имеете право выбирать. И еще одно маленькое замечание, наблюдение, скажем так, не способно сердце полюбить, если в нем есть обида. Поэтому, если вы все еще испытываете обиду к своему предыдущему партнеру, вы не можете получить в отношениях с новым партнером вот то бесконечное чувство любви и восхищения, которое испытывают люди по-настоящему кармически свободны. Джули, если люди принимают решение расстаться, это был кармичный союз, остается ли между ними какая-то связь на уровне энергии, кармы, или после того, как они физически больше не проживают вместе, расстаются физически, то эта связь обрывается? Здесь стоит тоже обратиться к этимологии слова благодарность. Мы дарим благо, дарить значит что? Отдавать, отпускать. Поэтому, когда мы дарим благо, то мы не в смысле того, что мы от себя отщепнули это великое какое-то осознание или великий подарок, и мы отдали этого человека, чтобы его чем-то обогатить. Нет, здесь смысл в другом. Мы дарим благо и себе в том числе, в том, что мы свободны, в том, что мы действительно, ведь чувство благодарности, оно очень похоже на чувство любви. Очень похоже. И невозможно любить другого человека, не будучи ему благодарным за что. Поэтому, если вы испытываете обиду, разочарование, агрессию, если, ну, любое негативное чувство или даже недопонимание, за что он со мной так поступил, если вы все еще задаете этот вопрос, конечно, эта связь, кармическая связь есть. А самое страшное, это уже такой немножко оккультный элемент, да, когда присутствует связь между различного рода людьми, то это все равно, что затягивать себя в прошлое. Нельзя выстроить будущее, нельзя достигнуть какой-то цели, пока вы не отрежетесь от прошлого. И в кармические годы, в чем суть кармических лет, когда мы рассчитываем, кармические годы всегда происходят возврат к прошлому. Всегда. Чем больше у вас этих связей с прошлым, тем меньше вероятность, что вы дотянетесь до вашего будущего. Может, вам сантиметра не хватит, чтобы достигнуть какого-то результата, потому что прошлое вас втянет обратно. Поэтому, конечно, всегда нужно исправлять допущенные ошибки, всегда нужно просить прощения, если вы считаете себя виноваты в той или иной ситуации. Считает ли, не считает другой человек, другой вопрос, да? Всегда нужно отдавать долги, которые вы взяли, будь то финансовые долги, будь то обещания, потому что обещания – это тоже долг. Всегда нужно отдавать долги своим родителям, своей родине. Это тоже то, что вас связывает с прошлым. Поэтому, в данной ситуации, все, что вы на себе тянете, обязательно, рано или поздно, затянет вас в карму. Джулия, про карму лично мы поговорили сегодня, про карму в отношениях тоже. Как карма может влиять на здоровье человека и в каких случаях она выбирает как мишень именно сферу здоровья? В самых последних случаях, в самых критических случаях. Недаром даже есть такое выражение, что если вас отобрали деньги, вы потеряли очень крупную сумму денег, не дай бог, дом сгорел или еще что-то, машину угнали, то вы должны понимать, что вас карма буквально поглазила по голове. Это самое легкое, что может быть, потому что финансы это восполнимый ресурс. То есть фактически карма вам показала, что она рядом и вы уже не правы. На втором месте по степени воздействия на человека карма выбирает именно межличностное отношение. Это очень тяжелый эмоциональный фактор и она тоже прибегает к нему редко. Объясню почему даже. Чаще всего, когда карма бьет через людей, именно через предательство, через измены, через изгнание из своего круга общения, через злословие, через сплетни и лишение какого-то положения и прочее, карма в этот момент немножечко рискует. Ее основная задача все же привести к тому, чтобы мы осознали, а осознание это достаточно хладнокровно, он интеллектуально, интеллектуально эмоционально. Когда эмоции перенасыщены, когда карма бьет по межличностным отношениям, там очень много факторов эмоциональности, именно обид, именно тревог, волнений, даже когда мы волнуемся за другого человека в том числе. в этот момент у человека немного из-за эмоций перекрывается именно понятие хладнокровности и осознание приходит тяжелее, особенно когда эти уроки прорабатываются через вторую ячейку кармы, когда мы говорим о, скажем так, о причинении ущерба не нам, а близким, когда карма дотягивается до нас через обиду, через боль, через болезни нашего ближайшего окружения. Тогда мы с одной стороны испытываем бесконечное чувство трагичности и невозможность, бессилие в какой-то смысле, да, бессилие, мы не можем помочь другому человеку, и это нас очень эмоционально подкашивает, а с другой стороны она показывает, что, карма показывает, что вы все-таки не бесчувственный человек, и именно этот инструмент она выбрала потому, что он доходчив до вас. и третий пункт, когда человек ну в какой-то степени эгоистичен, когда ему непонятно на примере, тогда она приступает к самой сложной фазе, она лишает человека здоровья, и то она тоже делает это постепенно. мы уже тоже обратили внимание, что благодаря нашему курсу как раз от кармических болезней, что карма, когда бьет по здоровью, всегда идет за три года до непосредственно тяжелой формы заболевания. Не знаю, почему это связано именно с трехлетним циклом, но вот как-то три года. То есть вы еще можете перехватить, вы еще тоже можете осознать, что вы находитесь в ситуации, когда ваше тело испытывает дискомфорт. И карма в данной ситуации действует через психосоматические факторы. Она вам оставляет маленькие намеки. Она показывает вам, что вы не правы. На каком уровне? Когда карма бьет именно по здоровью? Первое. Глубочайшее чувство обитания. Когда человек не способен осмыслить происходящее, он испытывает чувство самоотречения. То есть он даже не понимает в данной ситуации, что у него есть выход, что у него есть возможность встать на ноги и противостоять карме. Это первый случай. Второй случай, когда человек включает механизмы самоуничтожения, когда он настолько боится проявления кармы или настолько чувствует себя виновным в происходящем, что не хочет опять-таки исправлять ошибки. И третий вариант, по которому бьет карма, когда человек это очень-очень плохое качество, но, к сожалению, тоже срабатывает, когда человек оправдывает свои поступки. Когда он не просто говорит «Да, я нарушал», он гордится ими, «Да, я нарушал законы кармы», но либо так все поступают, либо, как он тоже нередко говорит, а я считаю, что это моя манера, это моя фишка, моя особенность. Я не считаю, что это нарушение кармы и вообще я считаю, что нужно переписать законы кармы, вообще переписать законы природы, потому что это нормально. Вот, кстати говоря, очень часто так ведут себя люди излишне преступные, ну, скажем, те же маньяки, да, они считают, что они освобождают, условно говоря, социальный лес от слабых. И вот в той ситуации карма может ударить. Но не стоит забывать о тех людях, которые карма наказывают по четвертой ячейке. Друзья мои, это совершенно другой фактор. Все, что я говорила до этого, просто стирайте из головы, потому что люди, у которых стоят блокирующие знаки в четвертой ячейке, они не подвержены тем факторам. Они болеют потому, что они неуважительно относятся к своему здоровью. Они либо слишком много работают, либо слишком много жертвуют своим здоровьем во имя других людей. И вот тогда им дают эту болезнь, поэтому она неизбежный фактор носит такое понятие, именно для того, чтобы они обратили внимание на себя. Да, в какой-то степени проявили эгоизм. Поэтому здесь тоже такой очень многофакторный элемент, и нужно все исследовать. В любом случае, когда мы консультируем по вопросу здоровья, по карме здоровья, мы в обязательном порядке исследуем причины, кармические причины, по которым человек вошел в эту ячейку. Джули, в медицине, я сама по первому образованию врач, есть такое понятие, как экстренная медицинская помощь, когда ожог, кровотечение и так далее. Есть такая плановая терапия, которая терпит подождать и так далее. Если человек столкнулся с тяжелой патологией, онкологией, какая-то тяжелая форма аутоиммунного заболевания, какую экстренную нумерологическую помощь он может оказать себе, сконцентрироваться на каких-то задачах и так далее, чтобы помочь себе быстрее справиться с этим индуком. Вы правильно отметили, какие задачи, потому что все-таки карма, еще раз повторюсь, учит. Ее основная задача научить. А чтобы научить, нужно что-то сделать. Нужно встать на стульчик и дотянуться до банана, как я часто высказываю своим студентам. Многие в этот момент думают, что можно, не знаю, какие-нибудь платья одеть определенного цвета, или обязательно обратиться к арому специалистам и, может быть, какой-нибудь цитрус с елью смешать, или с ланг-лангом, попшикаться, и вроде как карма отойдет в сторону. Она в какой-то степени, да, то есть оккультная нумерология в этом вопросе тоже работает, но это как пластырь на ране, который постоянно кровоточен. И рано или поздно придется все равно делать перевязку. И, кстати, хочу сказать с медицинской точки зрения, придется, может быть, даже к более тяжким последствиям потом обращаться в медицинском смысле, чтобы исцелить карму. Здесь нужно понимать, карма работает как учитель. И раз уж она хочет нас научить, нужно задать вопрос, для чего она дана. Поэтому у нас в сото-кармических болезнях есть такое понятие, как уроки болезни. То есть нужно действовать наоборот. Если вы нарушили, например, восьмой закон, восьмерка – это, в принципе, нарушение любых законов, в том числе правил, уставов, закон, даже ролей, роль мужчины и женщины в отношении, если нарушена тоже эта восьмерка, значит, нужно восьмерку исполнить как задачу. Нужно помочь другим людям найти их путь и их путь в первую очередь к справедливости, к разрешению мирного конфликта, к тому, чтобы объяснить другому человеку, почему нужны правила, ну и множество других вопросов. Поэтому карму можно не то, чтобы вычислить, можно ее немножечко отрехнуть от темноты, от неких кармических страхов, от тени, именно благодаря тому, чтобы исполнить ее как задачу. Спасибо большое за такие интересные ответы, Джулия. Мне кажется, что всем было очень интересно, потому что вопросы, которые интересуют каждого. Дорогие друзья, на нашем канале Джулипо в YouTube вы можете регулярно видеть вот такие аналогичные встречи, были, надеюсь, они станут все-таки более частыми. А вам большое спасибо за внимание, друзья. Но в ближайшее время мы вас порадуем новым выпуском данной передачи. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok